Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В этом году были приняты дополнительные меры при организации закупок. Кроме прямых договоров с поставщиками, это проведение независимой экспертизы перед введением камер в эксплуатацию. Для области в этом году закупают 79 комплексов. Проходят закупки и для города. Процедуры для них будут такими же. Напомню, что в данный момент идут судебные процессы по делам бывшего сети-менеджера Ильи Шульгина и экс-министра связи и информтехнологии региона Юрия Палюха. Оба они обвиняются в трате бюджетных денег на технику, которая не соответствовала техническим характеристикам, заявленным в контрактах. Некоторые из закупленных камер оказались даже бывшими в употреблении. Программа Экономика. В Кирове сотрудника транспортной компании осудили за взяточничество. Работник федеральной пассажирской компании, как было установлено следствием и доказано в суде, брал деньги от начальников пассажирских поездов. За это обещал не фиксировать серьезные нарушения и заранее сообщать о грядущих проверках. За счет этого начальники поездов успевали подготовиться и скрыть нарушения. Суд признал ревизора виновным. Он должен будет заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Экономика на 101FM В Кирове продают фитнес-центр. Он расположен в Нововятском районе, сейчас функционирует и, как заявляет владелец, стабильно приносит прибыль. Согласно информации в объявлении о продаже, центр имеет площадь 400 квадратных метров. Здание находится в хорошем состоянии. Есть парковка. В помещении установлены тренажеры общей стоимостью 2,5 миллиона рублей. Центр оснащен телевизорами, кондиционерами, вытяжками, системой видеонаблюдения. За все это владелец просит 4 миллиона 300 тысяч рублей. Экономика И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 62 рубля 40 копеек, евро 64,94. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM